друзья всех вас приветствуем с радостью большой вас приветствует канал саша оксана usa и сша мы делаем рекламную так сказать паузу в наши поездки хотим сделать то что мы очень много показываем наши поездки за машиной как мы ее купили едем обратно а мы уже давно приехали мы выкладываем видео которые сняли вот и мы немножко вам по разнообразием ваши просмотры мы поедем сегодня находимся дома поедем сегодня прокатимся по пригороду города харисанбург где мы живем штат вирджиния по полям лугам и как бы очень красивым местам которые располагаются вокруг нас мы любим здесь кататься и друзья вы езжаете вместе с нами прошу прощения если что как бы будем отвлекаться с нами едет еще наша кошечка мася наша любимица и может быть она немножко нам тут суету будет создавать вот она у нас так любит попробую показать их чуть-чуть не дотягивается ну-ка подвинь кого так я покажу вот еще чуть-чуть вот она короче у нас путешествует вот в этом ведерочки в таком это ее любимая ведерочка пластиковая не есть у нее есть и переноски и все не беспокойтесь как бы но вот чуть-чуть вот так вот ее покажи о но это ее любимая ведерочка вот полюбила и все прям сразу в него лезет и в машину это наша вот стоит здесь машинка вот так она поселилась у нас пока пока друзья может быть отдельная тема сделать делаем документы оформляем кучу всяких документов надо оформить чтобы начать работать вот но я думаю это отдельная тема будет у нас а так мы вас прокатим вас по нашему району выйдем из города харисанбург и прокатим по окрестностям города харисанбург такая вот прекрасная погода стоит друзья прекрасная когда она знает свое место это ее любимый холм мы здесь любим друзья с ней гулять увидела и засуетилась разволновалась здесь мы любим от гулять туда мы ходим вот к домам здесь вот детская площадка у нас друзья но карантин пока карантин немножко ленточкой огородили так бассейн вот там подальше подальше там бассейн но тоже не работал это лето связи с печальными событиями что еще рассказать сейчас я настроить чуть камеру вам очень прекрасная погода стоит и очень хорошие виды открываются как бы такая трава у нас во всю зеленая цветы цветут вот это у нас жкх местная жилконтора офис-хаус называется да и что еще тут мы вот как бы за квартиру платим всякие проблемы решаем такая стояночка для машин здесь сделано мы обычно с другой стороны выезжаем там как бы нам поближе в город а сегодня вот с этой стороны выйдем вот это почтовые ящики так друзья это почтовые ящики это почтовые ящики там почту люди получают вот здесь пятачок любят ждать детей у нас здесь автобусная остановка из школы привозят автобус детишек и здесь часто собирается по пять по шесть по семь машин родители приезжают ждут друзья получу камеру настроил вам мы вот сейчас решили вам показать оксана горит поехали покажем молодежь студенческий городок тут как бы вот где мы снимаем жилье тут на другой стороне дороги я думаю вам будет интересно располагается квартал где в основном сдают квартиры студентам который учится у нас в нашем университете я напомню здесь джеймс мэдисон юниверсити джеймс мэдисон университет громадный известный на всю страну который занимает четверть города как бы он идет такими районами прям кварталами и это все университет и вот здесь вот живут по всему городу расспросаны как бы жилье для студентов они буквально наполняются августа наш город потому что очень известный университет и здесь располагается жилье мы сейчас проедем покажем как живут студенты в сша вот городок их не но не городок да жилье для них в основном здесь мол я думаю можно и другим снять номера здесь разные друзья мэриленд вирджиния 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 нью-джерси нью-джерси вирджиния нью-йорк вирджиния нью-джерси желтая с табличка нью-йорк с этой стороны опять сейчас друзья тут я немножко расслабился и на встречку выехал как бы здесь вот нью-йорк мэриленд вот эта машина студентов у нас стоят тут пенсильвания кто-то на шевролете таком забыл как называется такой спортивный вот студентики живут которые из университета обучение в университете дорогое вот и смотрю машины тоже у всех тут хорошие кто себе может позволить учиться в университете в университете как правило вот смотрю такие машинки как бы нормальные а у нас знакомый да оксан брал 100000 вот брал человек я не помню насколько он брал на весь курс 150 тысяч он брал долларов на весь курс вот человек брал знакомый то ли студент кредит кредит брал человек взял 150 тысяч потом отдают да я не знаю он брал на все время обучения на пять лет думаю что нет здесь как-то еще очень развита финансирование ты можешь профинансироваться там если какие-нибудь у тебя маленькие эти зарплаты или что-то но стараются всегда навстречу пойти что-то он играют и я так думал сначала по моему учился там как-то на свои деньги или что-то ну то есть он поступил и он начал учиться а потом там на каком-то курсе я не знаю на первом втором или третьем мне кажется он взял кредит вот же кафе их не друзья там слева громадное здание бассейн и бассейн там отсюда не видно там несу друзья бассейн взял 150 тысяч и учился потом как бы они заканчивают и отдают люди берут и больше на несколько человек потому что так дорого снять и в основном снимают группы и они да то есть например группа скидывает сам три человека 4 вот и они такие типовые домики и они снимают квартиру там скажем трехкомнатную двухкомнатную четырехкомнатную снимают на несколько человек выгодно ну скажем там по 500 долларов они скинулись и не за хотя здесь меньше цены в районе тысячи то скинулись 4 человека по 250 долларов по 250 баксов скинулись и тысячу оплатили например то что вы жилье вот в этих домах в районе 900 долларов как бы 800 700 800 900 1000 1100 там зависимости от количество ванн комнат в районе 1000 колеблется все у кто-то катается на toyota chr новая кто-то на audi q5 но очень много экзотичных машин вот как бы бедные студенты живут снимают учиться стараются молодцы да потому что здесь выучиться очень тяжело существует много неправдоподобных мифов всяких разных там ну что там плохо учат скажем так мягко я буду говорить чтоб не вдаваться в подробности образование не такое плохо учат что они там это слишком заточены узко не широко специалист не специалисты широкого профиля ну я вот знаю как бы одну страну которая наводнена специалистами широкого профиля которые потом оказываются все без работы и работают кто сотовой связи продают сим карточки кто на базаре кто еще где вот зато широкого профиля получают специалисты на выходе никому не нужны но это я так немножко по философствовал а так вот показали вам как бы жилье для студентов это вот с правой стороны а мы живем друзья возвращаемся с левой стороны с левой стороны вот там где машинка едет там наше жилье мы сейчас выйдем из харисанбурга и поедем по полям лугам и весям покажем вам очень красивую природу ну нам по крайней мере нравится что еще хотел сказать вот этот район где мы живем он считается новый район как бы харисанбург если вот я присмотрелся можно разбить на две части с одной стороны сейчас окошко закрою одну с одной стороны харисанбург более старый это исторический харисанбург вот наш дом слева проезжаем вот мы сейчас слева проезжаем наш дом а с левой стороны как бы харисанбург старенький старый но там 1800 какого-то года там да и много зданий сохранившихся и вот такой старый уклад старый город и много домов там 1970-го, 1980-го года, 1990-го построек, они как бы чувствуются, что старенькие. А с этой стороны, как бы, город разделен так большой дорогой, хайвэем пополам, но она идет, как бы, грубо говоря, над городом, не мешает. С другой стороны, хайвэя располагается новый город. Вот здесь продают Шевролет. Представительство Шевролет продают новые машины. Ну, новые абсолютно, и там полугодичные, там, не годичные, там, пробег 5000 миль, 10000 можете вы найти, а так, в основном, новый.